Это не значит, что если вы увидели косуленка, притаившегося под кустом, то его надо брать, надо наблюдать, чтобы мама к нему поднимала, то есть просто поспоркает за ним. Сейчас я вижу, как будто бы ищет маму. Да, ищет маму. Все как ищет. Соответственно, в ближайшее время будет здесь какие-то прогнозы трудно дать, потому что косулят, когда они вырастают, они могут прыгать аж на 3 метра. Вот здесь у нас, справа от нас, вольер, где есть лось и олень. Ну, хоть через какое-то время, наши косуленок смогут попасть сюда, правильно? Ну, я не знаю насчет того, как ищет алкоголь, потому что люди по себе упрыгали, потому что, ну, будем думать. Для начала у нас, собственно, основная задача, это вырос, начало набирать нормальный вес, нормальный рост. Иди. А чем он питается сейчас? Молоко козье. Микрофон тоже попробуй, да? Козье молоко, да, с удовольствием поем микрофон. Да, микрофон и козье молоко, такая сейчас диета у косули, вот эта... Морковка, она лежит для лосей. Поэтому косулионок потихонечку возвращается к нормальной жизни, реанимируется. И будем следить за его судьбой, и как за судьбой других животных, которые сюда попадают. Надеемся, все будет хорошо. Катя, на этом передаю слово, на этом милом кадре тебе. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Катя, на этом передаю слово, на этом передаю слово.